Дарина, Лава, Даша, Дюля, Мама, Папочка. Занятые собственной жизнью и вечно спеша, мы часто не замечаем, что рядом с нами есть создания, о которых некому позаботиться. А грустная статистика фиксирует все новых и новых брошенных детей. Наша программа о людях, которые решились на великий и добрый поступок взять в семью приемного ребенка. Вы смотрите программу «Большое сердце». Здравствуйте! Валентина и Сергей Марковы снова молодые мама и папа. Вырастив двух старших детей, два года назад они вновь решили испытать все радости родительства и усыновили маленького Леву. А под новый 2016 год подарили малышу еще и старшую сестру Светлану. Если бы лет пять назад сказали бы, что вот мы станем, возьмем детей, да, вот возьмем детей чужих. Ой, если бы не сказали, сказал, да ни за что в жизни. Да там генетика, все вот это, вот все там гены и все. Нет! Я бы прямо так сказала. Лет пять назад. Но у нас есть одни знакомые, у них тоже, ну да, есть ребенок как бы, да, и у них ребенок замечательный, прекрасный, несмотря на то, что там генетика и все остальное. Поэтому у меня муж говорит, может быть, говорит, не я, это мне муж предложил, потому что мы пытались родить вначале. Ну, видать, старую уже, что ли, не получилось у нас, но вот решили взять. Приняв решение, Сергей и Валентина пошли учиться в школу приемных родителей. Параллельно уже подыскивали себе ребенком. За своим сыном, которого видели только на фотографии, Марковы отправились в Московскую область. Мы долго думали, мы целый год думали. Я говорю, ну как, это все очень серьезно, потому что если мы берем ребенка, значит, у нас появляется член семьи, и член семьи, которого мы должны любить. Ну, вы думали быстро, взяли за... Да, взяли без... Закончили как эту школу, там, приемных родителей. На следующий день привезли ребенка. На следующую неделю, наверное. Нет, нет, в пятницу мы получили разрешение. В понедельник мы поехали, во вторник мы привезли ребенка, да. Мы вот Левочка привезли. Сразу нашли, сразу как-то все так. Как-то все так получилось, прям все так, я не знаю. А нам как сказали? Будете брать ребенка? Мы еще его не видели. Подписывайте документы, он здоров. Папа говорит, да подписывай, что там? Не в красоте дело. Наш, наверное, говорит, это здорово. Еще какой красавец. Только на фотографии. Подписали документы. Выходит наш такой, я говорю, о, это директор будущий. Важный малыш, однако, по приезду в свой новый дом не сразу стал проявлять хорошие манеры. Но подготовленные родители знали и о трудностях адаптации, и о сложностях воспитания детей, испытавших в своей маленькой жизни уже много горя и предательств. Когда мы даже привезли маленького, вот мы его привезли, первое, что мы сделали, положили поперек кровати. О, умещается, 80 сантиметров. Воспитывать можно. Набравшись терпения и любви, мама и папа начали свой нелегкий родительский путь. Дома, конечно, у нас началось. Это как вот, кино же есть про этого мальчика вот с пером, вот с этим. Вот такой же. Как начал тут он у нас, ух, такой боевой какой, и укусит, и смотрит. А что ж ты будешь делать-то в ответ? Сенок, я тебя буду любить, я буду любить тебя. Засыпает ребенок и начинает себя по голове вот так бить. А первое время был? Первое время вот так вот начинает по голове себя колотить. Прямо, я говорю, нельзя же так. Надо, это же больно, это же больно. Давай тебе полюблю, ручки, ножки, все, полюблю. У него сейчас до сих пор привычка иногда даже до смешного. В садик приходим, у меня папа говорит, Лев Сергеевич, пойдем домой. Он подходит к маме и начинает руки целовать. Воспитательница, что это такое? Это он уже настолько привык, что его прям постоянно целуют, целуют, целуют. Он уже в ответ из-под снега цветочек вот так выкопал, из-под снега подул и говорит, мамочка, это тебе, я тебя люблю. Спустя год маленького Леву было уже не узнать. Прям начал так хохотать, заливиться. Нет, он как взяли, плясал, зажигал. Плясал-то, плясал. А как он хохотать, как колокольчик начал спустя только год. Правда, вот, а так вот и разговаривать начал только через год. Вначале родители оформили над мальчиком опеку, однако позже решились на серьезный шаг – усыновление. Когда мы маленького убрали, мы вообще не думали его усыновлять. Мы думали, что он у нас будет под опекой до 18 лет, то есть как бы вот так все осторожненько. Да. Взяли его под опеку, прошло какое-то время. Папа мне говорит, ой, ну наш ведь этот зайчонок усыновленный, все равно наш. Он же наш, он же Марков Лев Сергеевич. Тем более, как бы, у него и характер полностью на нас похожий. Он такой, ну прям сама любезность, ну пожалуйста, спасибо. Ради спокойного будущего своей семьи Марковы спустя два года решили взять еще и Светлану, старшую, родную сестру Левы. Восьмилетняя девочка находилась вначале под опекой, в другой приемной семье, но полгода назад ее вновь вернули в детский дом. Ее отказались. И получилось так, что ее не только отказались, а как бы, ну хотели уже там комиссию какую-то создавать, чтобы признать ее там с психическими отклонениями и все остальное. И что-то мы так подумали, ну она же вырастет тоже, и она вырастет озлобленная. Она потом все равно будет искать нашего Лева, потому что он, она его нянчила. До года, до полутора лет она его нянчила, я так понимаю, она. Потому что сейчас мы это видим, что действительно это она его нянчила, и она же его помнит. Ну в общем, там не сложилось у них, и решили мы, что мы, наверное, сумеем все-таки перебороть. Ну думали долго. И, кстати, нам эта дочка сказала, ну вот, мам, ну что, вы решили взять Светлану? Два месяца опять мы думали. А нам потом Катюша говорит, ну средняя дочка, ну что, вы решили взять Светлану-то? Я говорю, ой, это очень серьезный шаг. Это очень серьезный шаг, и как-то решиться очень тяжело, потому что вдруг мы не сможем. Вот представляешь, говорю, если мы не сможем, зачем мы тогда туда полезем? Вот представляешь, говорю. Она говорит, вот еще один ненужный ребенок. Катюша у нас говорит, я говорю, господи, вот после этих слов, я говорю, все, возьмем. Родители не были сразу к этому готовы, но потом долго думали. Все-таки сестра родная. То есть, опять-таки, решали они самостоятельно. Я их только поддерживала, потому что я появляюсь тут редко, ну раз в неделю в гости приезжаю, поэтому в основном воспитывают они. Может, вот так, только развлечь иногда. Ну, думаю, они не жалеют, в принципе, я тоже не жалею, и они к этому относятся прям с оптимизмом. Им нравится. Мама такая говорит, ой, с ними сразу так весело стало. У них как новый смысл жизни появился. Я бы сама еще не знаю, как бы поступила, но ими я горжусь. В воспитании приемных детей Валентине и Сергею помогает их прошлый родительский опыт. Старшие дети, 28-летний сын и 21-летняя дочь уже живут самостоятельной жизнью. Дочь Катерина – особая гордость родителей, успешная спортсменка, медалями которой завешаны стены дома. Теперь младшая сестренка Светлана мечтает достичь таких же успехов. Однако ее путь в семью Марковых был непростым. Даже о том, что девочку вернули в детский дом, они узнали случайно, увидев ее фотографию в базе данных детей-сирот. Я уже стала договариваться, звонить в департамент, и все, решили мы ее взять. Мы приехали туда, а нам еще говорили, вот эта девочка с плохой генетикой вышла, она с вами не поедет. Нам так говорили. Мы говорим, какой генетики вы говорите? У нас ребенок младший, усыновленный. То есть как бы наш ребенок с такой же генетикой, вы хотите нас обидеть? То есть как бы, да, нет, она с вами не поедет. Я говорю, давайте так, мы приедем, и там уже решим, поедет, не поедет. Если она не хочет ехать, пусть она нам сама скажет, я с вами не хочу ехать. Я говорю, и тогда мы уедем. И не будем ее, оставим ее в покое, как бы не будем ее. Селом же мы не возьмем ее, правильно? А когда мы приехали, мы так сразу, Светлана, мы приехали, за тобой собирайся. Она раз-раз-раз-раз, забегала, забегала такая, говорит. А это Анна Николаевна там, старший воспитатель. Светлана, а что ты собралась-то? Ты что, на три дня поедешь? Нет. На неделю? Нет. На все каникулы? Да. Как вам это удалось? Говорит, я и вчера с ней разговаривала, говорит, целый день. Она сказала, нет, не поеду. А тут, говорит, вы пришли, прям так сказали. Все, поехали, собирайся. Она говорит, раз-раз-раз, собралась, поехала. Ну, мы маленького с собой брали, так, конечно, там... Мы его тоже с собой брали. Это же чушь. Да. Братишку брали с собой, она прям, она как его увидала, я все сразу, все, все, поеду. Потому что он мой родной брат. Мне без него скучно. Мы тоже, когда мы к нему приходим в садик, он говорит, я скучаю по тебе. Ну, мы ее все сперва на гостевой режим взяли, на каникулы. Вот 30 декабря мы ее привезли, 31 у нас Новый год. Нового года у нас, естественно, не было. У нас был тут концерт. Да, свой. А нет, серьезно. Потом у нас все каникулы была адаптация. И потом она тут нам кричала, валялась на полу, я не подойду к вашей семье. Правда, такое тоже было. Потом у нее тоже было очень агрессивное поведение. У нее постоянно вот так. Я говорю, хочешь драться, вон, подошла, грушу взяла и бей ее. Скажи ей все, что ты хочешь сказать. Ну, вот мы таким способом, мы выплескивали весь негатив. Сейчас Света тратит свою энергию в спортивной школе, занимается вольной борьбой, а дома с мамой и папой нагоняет школьную программу. Потихоньку даже почерк поменялся. А мы, когда она пришла, нам даже буквы, многие буквы она даже не знала. Которые не знают, просто пропускают. Я говорю, ну, о чем речь? Вообще, как бы, счет вообще полностью педагогическая запущенность. Гола, она еще пока самостоятельно не может. Потом на тренировку поехать еще. Да, на тренировку поехать. Сейчас она только сейчас начинает уже, знает, что надо садиться на этот автобус, а не на другой или, например, еще что-то. Ну, то есть такие вещи элементарные, которые, ну, я не знаю, когда у нас вот даже... Почему дверь в маршрутке открывается сама? Еще вот такие вещи даже. Ну, как, что они там? Да, правда, вот иногда удивляешься, какие-то вопросы задают. Я говорю, вроде это повседневная жизнь, и когда вот дети наши росли, мы как-то и не обращали на это внимания. А тут прям даже удивляешься, как это так ребенок не знает таких вещей. Не сразу вот так все вот проходит гладко, не сразу. Нужно время, чтобы прошло все вот это, да. В каждой семье свои принципы воспитания. У Марковых полная демократия. И это дает прекрасные плоды. Мы им даем свободу. У нас нету такого, что вот ты вот как-то вот... Некоторых семей они как-то ограничивают в рамках, требуют неизвестно чего, да. Допустим, какие-то завышенные требования иногда бывают. У нас завышенных требований нет. То есть мы не просим от ребенка то, что он нам не может дать. То есть постепенно, постепенно, в процессе игры, например, да, мы с ребенком разговариваем и ждем, когда он сам это сделает. Потому что пока он сам это не сделает, его никогда не заставишь. Говоришь, ну хорошо, давай попробуй, попробуй. Ой, у меня вот так. Я говорю, ну а что сделаешь? Ну теперь ты знаешь за то, что так делать не надо. Правильно? Да, это у нас, наверное, еще сейчас дочь избаловала. Мы с уроки с ней больно-то не делали, за ней не следили. Старше, да. Да, она все равно там... Не то, что не следили, но следили просто... Не настолько, чтобы это... Такого жесткого контроля не было. Мы ей доверяли и старались как бы всегда ей быть как... И родителями, и друзьями. В этом доме всегда царит радость и оптимизм, которых, несмотря на житейские трудности, с появлением детей стало вдвое больше. У меня было там денежное дерево. Мы Светлану взяли, дерево засохло. Муж говорит, все, прощай деньги. Я говорю, так и есть. Да нет, все нормально. Знаете, что самое интересное, когда что-то делаешь хорошее, даже если очень тяжело, все это как-то возмещается. Тут потерял, тут нашел. И в любом случае, когда бывают какие-то моменты, когда прямо действительно очень тяжело, у меня даже вот Светлана как вот месяц назад, ну, месяц назад, да, я говорю, что-то прям так тяжело, прям уже до слез говорю, прям тяжело. У меня так Светлана села, так мне говорит, мамочка. И так в глаза прям вот так заглядывает. И говорит, мамочка, ты не расстраивайся, пожалуйста. Все же наладится, ну все наладится. Я говорю, господи, ради этого стоит жить. Деньги это всего лишь деньги. Это не самое главное в жизни. Самое главное это дети, которые будут радовать. А деньги, они как-то, ну не знаю, вроде зарабатываешь, вроде тратишь. Да, конечно, миллионеры мы, у нас тут евро ремонт, и не нужен он нам. А то будешь потом ходить, не ходить по ковру, не садиться на диван, не дышить, не цветы. Они лучше нам идти, да? Нет, правда, нет, не нужно. Ни к чему. У нас все по-простому, у нас все... Обои разрисованные тут, окна разрисованные. Да, все отлично. Все, и мы как-то и... За это мы и не ругаем, подумаешь. Художника есть. Станут ли дети художниками, спортсменами, или найдут себя в чем-то другом, родители будут рады любым успехам своих детей. Ну, поднять именно самооценку у ребенка, это очень сложно, потому что настолько вбито в голове уже, что, как у нее часто бывает такое, не то, что я не могу, не то, что я не хочу. Лень вперед не убежит, конечно. Я не могу, говорит. Я говорю, что за слово не могу? Есть слово надо. Нет, я не могу. И в первое время она у нас говорила, я все равно успешной не буду. Я говорю, у нас успешных, неуспешных здесь не бывает. У нас здесь все успешные. Я говорю, у нас такого слова неуспешной нету. Мы все, говорю, стараемся, стремимся и добиваемся. То есть, как бы, это наш девиз. Марковы даже не представляли, как круто изменится их жизнь с появлением приемных детей. Но признаются, что чувствуют себя от этого только моложе и счастливей. Все расписано, минуты нет свободной. Мы получаем от этого очень большое удовлетворение тоже. Как бы мы, как будто действительно молодые стали, что ли. Да, некогда. Наверное, в садик придешь, там провестники так бабушки, дедушки только. А мы вроде мам, папа. Мы же сами делаем свою жизнь. Либо в лучшую сторону ее улучшаем, либо ухудшаем. То есть, это вообще, я считаю, что каждый человек сам себе мастер. Руководит своей судьбой, я думаю, что это здорово. И не только своей, еще и судьбой своих вот маленьких детей, которые на тебя смотрят. Как он мне сказал? Мама главная. Мелкая, да? Вначале вырастет. Вырастет. Куда же денется, вырастет. Время-то, оно как быстро идет. Прямо даже вот незаметно только вот обернулись. Да, уже два года прошло. Уже два года, говорю. Два года не может быть, да, правда. А вроде только-только все это. Вчера вот лежал поперек кровати маленький комочек. Буйный, кусачий. Он уже человечек. Замечательный, добрый, умный, ловкий, смелый. Что еще, какие слова можно назвать? Все это про наших, очень ласковых. Правда. Ну, такой довольно-таки мальчишка. Красивый, интересный. Ну, красивый, да, правда. Весь у нас. Иногда даже вечером, говорю, что бы мы без них делали? Ну, что мы бы без них делали? Я даже не представляю, потому что это... Когда вот эти маленькие ручки обнимают, папа говорит, ради этого можно жить. Для тех детей, которые все еще живут в детских домах и интернатах республики, недавно был организован конкурс художественного творчества «Созвездие». Из Чебоксарского центра, из Чебоксарского центра, Паренского детского дома имени Ульянова. Яркий концерт, в котором приняли участие более ста воспитанников детских домов и интернатов республики, прошел в Чебоксарском доме культуры «Южный». Свои творческие способности демонстрировали финалисты сразу двух конкурсов Республиканского фестиваля «Звезды детства» и Республиканского конкурса художественного творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие». Вскоре осень наступила, поросяк предупредила, можно строить всем дома, скоро к вам придет зима. Дети представили вокальные, танцевальные и инструментальные номера. Были и те, кто проявил себя в художественном слове и оригинальном жанре. Самыми маленькими участниками фестиваля стали дети «Аллатарского дома ребенка». Самые лучшие и яркие творческие коллективы будут представлять нашу Республику на окружном фестивале детского творчества «Звездный час», который пройдет в июне в Ижевске. В Чебоксарах появился музей занимательных наук Эйнштейна. Часть средств от продажи билетов будет идти на поддержку проектов, который осуществляет Ассоциация замещающих семей Чувашской Республики. Мы побывали на открытии этого музея. Музей занимательных наук Эйнштейна в Чебоксарах стал одним из проектов Ассоциации замещающих семей Чувашской Республики. Приемные мамы и папы, которые не только воспитывают детей-сирот, но и активно занимаются общественной работой, решили таким образом заработать деньги на осуществление своих проектов. Интерактивный музей, в котором представлены увлекательные экспонаты, наглядно демонстрирующие различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии, бесплатно смогут посещать дети из замещающих семей. Площади музея станут местом проведения родительских клубов, встреч, социальных форумов и праздников. А часть средств, полученных от продажи билетов, пойдет на социализацию детей-сирот, выпускников детских домов и интернатов Чувашии. Каждому ребенку из детского дома нужны мама и папа, и особенно тем, с кем мы сейчас познакомимся. Костику 6 лет. Он очень ласковый, добрый и отзывчивый ребенок. Константин очень целеустремленный, всегда добивается своей цели, даже если что-то не получается. Несмотря на проблемы с развитием речи, Костя легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. Константин очень творческий ребенок. Ему очень нравится рисовать, собирать пазлы. Но самым любимым занятием Костика является конструирование. Он очень любит собирать различные постройки из конструктора. Костя очень активен и подвижен. Всегда принимает активное участие во всех проводимых спортивных и музыкальных развлечениях, не уступая сверстникам. Хотя у Кости имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Константин – ребенок с ограниченными возможностями и требует особого внимания и подхода к воспитанию. Костя очень мечтает найти своих маму и папу. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Коле 4 годика. Коленька пришел к нам недавно. Но за это короткое время мы Коленьку очень полюбили. Он у нас очень ласковый, веселый, добрый, солнечный мальчик. Коля у нас аккуратный и самостоятельный. Он очень трудолюбивый. Всегда убирает игрушки за собой. Всегда спешит на помощь. Взрослым и детям. На музыкальных занятиях Коленьке очень нравится играть на музыкальных игрушках. Коленька очень любит слушать сказки. Особенно сказки Корнея Ивановича Чуковского. Коле – ребенок с особыми образовательными потребностями. Поэтому ему требуется специальное педагогическое сопровождение. Но несмотря на это, Коля мечтает о любящей, дружной, веселой семье. Марку 6 лет. Это ласковый, добрый, солнечный мальчик. Марк любит играть в сюжетно-ролевые игры. Особенно он предпочитает такие игры, как магазин, шофер, больница. Марк с удовольствием собирает пирамидку из разноцветных колец. Любит создавать постройки из строительного материала. Маркуша у нас очень аккуратный и самостоятельный. Марк любит заниматься изобразительной деятельностью. Любит рисовать акварелью. А еще он любит заниматься лепкой. Сделанные его руками подделки всегда занимают призовые места на проводимых в нашем учреждении конкурсах. Марк с удовольствием рассматривает иллюстрации в книгах. Любит слушать сказки и стихи. Маркуша – ребенок с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому нуждается в специальной психолого-медико-педагогической помощи. Марк мечтает обрести любящих родителей. Закончить сегодняшнюю программу я хочу стихотворением, которое в 9 лет написала девочка-аутист Соня Шаталова. Спросите меня о сердце, что в солнце глубина вбьется. Спросите меня о песне, она мое сердце движет. И два ответа я дам слове одном – любовь. С вами была программа «Большое сердце». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин